Споры из-за строительства АЭС, Земфира обидела казахстанцев, карагандинские шахты продадут России, блогеры-миллионеры и почему Кыргызстан перекрыл нам воду. Привет, это Айран, обзор за неделю. Меня зовут Аделю Розалинова, подпишитесь на канал, а я расскажу, что это было. Жаркие споры вокруг строительства АЭС в Казахстане. В поселке Ульке на Алматинской области прошли общественные слушания, где власти должны были спросить местных жителей, хотят ли они, чтобы у них появилась атомная станция. Но вместо этого чиновники стали агитировать за большую стройку. Наконец-то, по-русски говоря, лед трогался. Как приветствовали те, кто-то агитация. Почему вы ведете агитацию ваших местных приветствий? Шумно в зале стало с первых минут. Жители Улькена сразу дали понять, что они будут только рады появлению ядерного реактора под боком. Мы хотим живет цивилизованным. Мы хотим живет, что мы хотим, что мы хотим, что мы хотим. Они развернули плакаты с требованием запретить строительство АЭС в Казахстане. Среди известных людей, кто выступил против станции, политик Респек Сарсенбаев и эколог Мелс Елеусизов. Последний заявил, что АЭС убьет озеро Балхаш. Но доводы специалистов местные жители слушать не стали. В итоге собрание превратилось в балаган. Экоактивисты требовали, чтобы власти провели республиканский референдум. Спросили мнения жителей всей страны, а не только маленького Улькена. Но в Министерстве энергетики, которое решило строить АЭС на Балхаше, заявили, что им достаточно согласия местных. Для того, чтобы определить решение о локации, требуется мнение Акимата Латинской области. Вот эту работу Акимат совершает сегодня. Сегодня я не буду давать, а не скажет Акимата Латинской области. С ответом Акимат тянуть не стал. Сразу после слушаний выпустил пресс-релиз, что местные жители единогласно проголосовали за строительство АЭС в Улькене. Почему улькенцы не боятся ядерного реактора? Отчего так сильно хотят строительство атомной станции? И почему любят Путина? Журналисты Айрана поговорили с сельчанами. Их доводы и аргументы экспертов есть у нас на канале. Казахстанцы обиделись на Земфиру. Российская певица приезжала с гастролями в нашу страну. Выступила в Алматы и Астане, а после того, как добралась до дома, написала пост в Инстаграме. Но вместо благодарности заявила о чудовищной организации концертов и более того, написала название нашей страны с маленькой буквы. Казахстанцы тут же оскорбились, стали хейтить артистку. Мол, не было ее здесь концертами 11 лет и не надо. А фанаты, напротив, встали на сторону Земфиры и подтвердили, что организация действительно хромала, и звук на концертах был не очень хороший. Я надеюсь, у вас комфортный звук, потому что творец классный, красивый, но, конечно, он не спорт. После небольшой шумихи в соцсетях, Земфира отредактировала свой пост в Инстаграме и извинилась перед казахстанцами. Говорит, даже не думала оскорблять людей, просто когда писала, не соблюдала правила русского языка и все написала, как обычно, с маленькой буквы. Казалось, конфликт исчерпан, но казахстанские организаторы концерта пошли дальше. Написали огромный пост о том, как Земфира и ее команда якобы сами едва не сорвали выступление, рассказали о прихотях звезды и показали гримерку певицы до выступления. Внимательно посмотрите, это все, что обсуждали. Сок перельем ближе к объезду, к приезду. Пока какие-то шаховатости не обращают внимания, сейчас это уберется, потому что штура лишается. И грязную комнату после концерта с разбитой посудой и бутылками. Поступок наших организаторов комментаторы назвали низким и непрофессиональным. Неужели после выступлений казахстанских артистов гримерки выглядят лучше, пишут пользователи. В общем, снова прославились на весь мир. Бывший сват Нурсултана Назарбаева может избежать тюрьмы. Кайрат Буранбаев пошел на сделку со следствием. В марте олигарха осудили за хищение 14,5 миллиардов тенге при перепродаже газа нацкомпании «Казакгаз». Тогда его признали виновным и дали 8 лет тюрьмы. Но потом приговор вдруг отменили и решили пересмотреть дело. На этой неделе Буранбаев снова появился в суде под конвоем с рюкзаком за спиной и заявил, что хочет сотрудничать со следствием. Что именно признает Буранбаев пока неизвестно, но юристы говорят, что соглашение с прокурором позволит родственнику Назарбаева избежать тюрьмы. Тем более ущерб государству олигарх уже возместил. Правда, как пишет Улыс Медиа, за сделку со следствием Буранбаеву придется заплатить гораздо больше – полтора миллиарда долларов. Это больше третьего состояния, если верить списку Форбс. Сколько зарабатывают и тратят казахстанские блогеры? Эту тему сейчас бурно обсуждают в соцсетях. На выходных в Алматы прошла грандиозная свадьба популярного блогера и бизнесмена Руслана Хайрулаева и Наимы Байсафы. На торжестве собрался весь цвет Инстаграма. Роскошный той прошел в не менее роскошном отеле Ридс Карлтон. Пришли самые известные блогеры страны. Развлекали их группа Дос Мукасан, певцы МД и Кайрат Нуртас. Но самым интересным стало, сколько блогеры подарили молодоженам. Люди, у которых миллионы подписчиков не скупились на миллионы тенге. Сколько вы подарили на свадьбу сегодня Руслу? Миллион. Больше чем 100 тысяч и меньше чем 2 миллиона. Я так же как при Маге подарил. Сколько? Миллион тенге. Ислам, сколько ты сегодня подарил молодоженам? 500. 500 тысяч? Да. Супер. Сегодня так же тысяча? 1000 долларов. Курсу поднялся. Я деду конверт. О том, что наши блогеры не стесняются тратить деньги, подтвердил и скандал с брендовыми сумками. Сразу семерых популярных звезд Инстаграма мошенница обманула на 96 миллионов тенге. Девушка продала им сумки и часы от бренда Фермет, Селин, Одемар, Пеге, которые оказались подделкой. Среди потерпевших – Диля Саду, Анель Давлетхожаева, Алиябер Мухамбетова, Мадина Курбаналиева. Одна купила часы от Эмар Пеге за 28 тысяч долларов, другая сумка у Эрмес за 25 тысяч евро. Смотрю чеки, там чек на 25 тысяч евро, по-моему, был, да. А у Хабиба спрашиваю, Хабиб купил сумку за 19 500. Тут у меня первый вопрос, почему у меня чек на 25 тысяч евро? Инстаблогеры рассказывают, девушка Байер представлялась менеджером французского дома моды Эрмес. Работала, что называется, с тяжелым люксом, торговала сумками Биркин и швейцарскими часами. Но выяснилось, что закупала их чуть ли не на барахолке. Обманутые блогерши написали заявление, но говорят, что правоохранительные органы уже 8 месяцев бездействуют. Поэтому они обратились к президенту. Кыргызстан перекрыл воду Казахстану? Фермеры Жамбылской области остались без поливной воды и заявляют о потере урожая. Все потому, что к ним перестала поступать вода из кыргызского водохранилища. В регионе даже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Но кыргызы говорят, они бы рады поделиться с нами водой. Но у них самих ее нет. Кировское водохранилище обмелело. Это подтверждают снимки со спутников и видео, которые записывают местные блогеры и чиновники. Вот так вот сегодня воздет Кировское водохранилище. То есть то, что от него осталось. Вот видно водохранилище со стороны плотины. Вон там уже воды нет. Оказалось, в июле наша страна попросила соседей увеличить сброс воды из водохранилища. Кыргызы тогда просьбу выполнили, но предупредили, что в августе вода закончится. Поэтому с 5 числа кран перекрыли. Претензий у Казахстана быть не должно. Официально их вроде бы и нет, но тут произошел скандал на границе. На пункте пропуска Ахтелек застряли больше 400 фур. Водители говорят, Казахстан не пропускает кыргызские большегрузы якобы из-за перекрытой воды. Все говорят, Кыргызия не дает Казахстану воды. Из-за этого пробки Казахстан полностью перекрыл. Чиновники пробки на границе с водой не связывают. Министр финансов заявил, что заторы возникли из-за спецоперации силовиков. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств. Поэтому сейчас идет тщательная проверка со стороны, скорее всего, погранслужбы. Но сами пограничники спецоперацию не подтверждают. Говорят, что заторы на пунктах пропуска – дело обычное. Но если фуры из Кыргызстана хоть как-то двигаются, то вот когда потечет вода – неизвестно. В Жамбылскую область недавно ездил премьер Алихан Смаилов. Фермерам, которые потеряли урожай, он пообещал компенсировать убытки. Аграрии тогда заявляли, что у них засохло 9,5 тысяч гектаров свеклы, лука, кукурузы и других овощей на 3,8 миллиарда тенге. Карагандинские шахты продадут России? Минфин сделал неожиданное заявление о судьбе компании «Арселор Миттл Тимиртау», где на прошлой неделе погибли 5 рабочих. Юрлан Жамаубаев сообщил, что уже есть политическое решение. Якобы владельцы «Арселора» индийского миллиардера Лакшми Миттл заставят продать компанию. Заявление уже было сделано, политические решения, я думаю, есть. Поэтому будем работать. Для Казахстана важно, чтобы инвестор был платежеспособным, вкладывал определенные ресурсы на повышение оплаты труда, на модернизацию производства и так далее. Жамаубаев отметил, что правительство сейчас ведет переговоры. Правда, с кем не уточнил. СМИ предполагают, что продать «Арселор Миттл» могут российской горно-металлургической компанией «Северсталь». Ей владеет миллиардер Алексей Мордашов. Правда, некоторые эксперты сомневаются, что Казахстан пойдет на такие риски. Ведь «Северсталь» и сам Мордашов находятся в санкционных списках США и Евросоюза из-за войны в Украине. О продаже карагандинских рудников и уходе из нашей страны Лакшми Миттлла всерьез заговорили после трагедии на шахте «Казахстанская». Тогда президент пригрозил индийскому миллиардеру последствиями, а депутаты потребовали выгнать Миттлла из Казахстана. В правительстве заявили, что инвестор заточен на получение прибыли и не думает о безопасности рабочих. Только на шахте «Казахстанская» было выявлено 168 нарушений. Кстати, подземный пожар еще не потушили. На это может уйти неделя. Но после этого работать в шахте будет нельзя как минимум год. Новый туалетный скандал только теперь в Алматы. Общественник Дидар Смогулов заявил, что городской Акимат прикарманил почти 64 миллиона тенге. Он рассказал, что институт судебных экспертиз оценил рыночную стоимость уличных туалетов в Алматы, которые, кстати, так и не заработали. И выяснилось, что Акиматовская цена была завышена. Якобы власти установили 20 санузлов, отдав за каждые по 8 миллионов тенге. А согласно экспертизе, один должен был стоить 4 миллиона 785 тысяч. Кто положил разницу в карман, задается вопросом общественник. Но и это еще не все. Также экспертиза показала, что уборные не соответствуют тех спецификаций и другим параметрам. Длится эта туалетная история уже два года. Тендер на установку кабинок провели в марте 2021. Тогда Акимом был бахиджан Сагентаев. Власть давно сменилась. Но в туалет в центре самого большого города страны сходить по-прежнему некуда. Но самое интересное, что Акимат отреагировал на обвинения общественника. Но опровергать информацию о краже 64 миллионов не стал. Власти лишь заметили, что потратили на установку каждого туалета не 8 миллионов, как написал Смогулов, а всего-то чуть больше 7. Ну плюс-минус, подумаешь, копейки. Не как в Актау, где за один неработающий туалет на набережной Акимат заплатил своей же фирме 12 миллионов тенге. Вот уж действительно деньги не пахнут. В этой истории еще много вопросов. А если у вас есть вопросы к нашей редакции, то не пропустите прямой эфир Айрана в это воскресенье, 27 августа. На Ютубе в режиме реального времени будем рассказывать о себе и отвечать на вопросы зрителей. Следите за анонсами в наших соцсетях. А чтобы пришло уведомление на телефон, подпишитесь и нажмите колокольчик под этим видео.